привет зритель любишь фрукты тебе сюда а вообще я сегодня была в гостях увидела такую красивую штуку две фарфоровые красивые слоновая такая кость типа чашечки по 400 миллилитров каждая но у меня много чашек мне ставить иногда некуда и как бы я не знаю просто надо мне нет с одной стороны лично мы не нет для меня душило жаба вот подарить такие же кому-то меня не душило жаба но я вспомнила что я хотела сахар ничку у меня как бы есть сахар piri's там он на половину немножко куцей там то ли чашки рукой такой допотопной советский сервиз а чисто вот чтобы моя время у меня своего личного сервиза нет кроме тех от чайного сервиза чтобы я покупала специально но так вот чтобы мне кто-то что-то подарил такой именно конкретно начали на серьезные этого нет Но я хотела какую-нибудь сахарничку, причём беленькую. И тут внезапно, да-да, белая сахарничка. Вообще первая вещь от Royal Kitchen, от магнитовской вот этой серии. У меня вообще ничего не было из этой серии. Я как-то хотела купить кастрюльку. У меня были наклеечки, была ещё акция, а прислаймин на этой кастрюльке не было. Сейчас подобные кастрюльки продаются за те же самые практически деньги, но по новым наклеечкам. И тут у меня внезапно в приложении магнит, я как-то увидела, думаю, вау, там можно что-то купить по скидке моих 20 наклеечек. У меня сегодня было 21, стало бы 23, но я 20 истратила. Короче, у меня сейчас 3 наклеечки. И я увидела там какую-то штуку, вау, какая штука, поняла, как это делается, но что-то так и забила. А потом подумала, что у меня ближний родственник говорит, ну теперь же типа хочется, что бы не купить. Я подумала, почему бы и не купить, правда, вот, ну как бы, что за нафиг, почему я там на себя что-то зажириваю, если у меня даже есть. Если хочется и есть возможности, требует организм, то почему бы и нет. В общем, 249 рублей она стоит. Если у вас есть 20 наклеечек магнита, которые, вот, вообще-то называются магнитики в приложении. Royal Kitchen, сахарница, fine bone. Так, сахарница, артикул Z, вот такая вот, H, которая H, K, которая K, 2, 0, 0, 6, 1, 6, тире 3. Ни, дзеро, дзеро, року, и чироку, не помню, как тире, сам. Материал изделия, костяной фарфор, я, кстати, начала изучать, ну уже приличненько, так, по времени канди, наконец-то, вот, по второму приложению у меня лучше запоминается, но мы сейчас об этом, не об японском. Количество, один набор, объём 250 мл, дополнительные сведения, с крышкой, эгигей. Назначение для пищевой продукции, условия хранения, хранить в сухом месте, в чистом виде, хрупкое, обращаться с осторожностью. Производитель, Китай, импортер, Краснодар, август 2020 года. Я уже потом догадалась, что надо бы проверить уже, ну уже, после того, как с кассы ушла, я стараюсь расфигачивать то, что я купила. Бренд Royal Kitchen с гордостью представляет вам чайную посуду, произведённую в городе Шенничжене, юг Китая. Высокое качество китайского фарфора известно уже более 600 лет агигейда. С периода правления императора Юн Лединастии Мин. Ну, короче, тут много всего интересного. Хочешь, зритель, глянь там у себя где-нибудь. Мне лень читать, откровенно говоря. Я сейчас её просто открою. Вскрытие номер два. Тут, оказывается, фигня какая-то была. Она отвалилась у меня, когда я сегодня её слегка скрывала. Вскрой меня, если сможешь. Блин, я ж хотела капышон на башка одеть, потому что у меня хоть голова вроде как вчера мытая, но какая-то она... Ну, вот, видимо, надо снова ореховыми... В общем, мыльными орехами снова мыть волосы, потому что я когда после них мою шампунем, то у меня три дня волосы чистые. А тут второй день, и они вот такие. Вот, обкрываем. Хорошую коробочку, можно что-нибудь в неё потом убрать. Смотрите-ка, ух ты. Я чуть не думала, что она такая будет. Не, ну, как бы она видно там такая, но на картинке она казалась иная. Крышечка. Вай-вай-вай, выпрыгивай давай отсюда. Коробочка пустяя. Тут вот эта фигня, в которую эта крышечка вставлялась. Иди туда, в коробочку. И кружочек. И кружочек такой, который вот, видимо, закрывал вот эту штучку. Слушайте, прикольная. Такая очень даже симпатичная. На жопке у неё Royal Kitchen. Белая коллекция королевская. Я думаю, сюда сахар кусковой, свекличный зафигачить, потому что у меня в той стоит сахар кокосовый. Но не все кокосовый сахар воспринимают. У меня подруга, когда на обед приходит, но она давно на обед не приходила. Короче, когда она приходит играть на пианино, а потом и с ней хавом, и я её обедом кормлю, или чем-то ещё кормлю, но чай она пьёт, чаще всего кофе, и она требует сахар. Но сахар именно такой, свекличный. А у меня в последнее время свекличный сахар, только кусковой. Думаю, сюда его переложить, как красиво. Открываешь крышечку, берёшь сахариночку, и слушайте, он реально такой прозрачный. Ларите ваши мурашки, хоть это и не АСМР. Круто. 249 рублей, удовольствие. Вполне себе. Практически красная цена для неё. Ну, как бы это, она там по приложению что-то без скидки тысячу что ли стоит, или как-то так. Ну, я и думаю, что нормально. Я примерно за те же деньги что-то хотела купить, и вот тут вот купила. Три банана. Что-то они, сволочи, такие подорожали. Я так давно бананы не покупала. Мне последний раз бананы принесли. Ну, как бы человек не может что-то, не принести что-то, когда приходит в гости. А у меня к чаю дофига всего было. Я говорю, ну, это, принеси мне грушу или бананов. Она принесла мне бананов. Сейчас я чек найду. Так, и где эти бананы? 80 рублей без копейки. Они у меня на 688 грамм вышли. Три банана, 688 грамм. Охренеть, 55 рублей 3 копейки. Я что-то давно, по-моему, не обозревала. Зритель, что я тут покупаю, да? Ты не думай, я покупаю иногда что-то. Просто не всегда обозреваю. Я что-то купила себе три мандарины. Я так поняла, что сейчас мандарины вот идут. Вот все, какие мандарины разных сортов есть, все по одной цене вот так скидывают их. В этот раз в том, ну, по большей части были вот такие мандарины. Я что-то их взяла и купила. Думаю, что бы, нет. Я тут страдала, страдала и как-то захомячила эти мандарины. Покупала к дню рождения мандарины. Перед днём рождения мандарины. Чуть мало как-то. Купила ещё мандарины. Но на день рождения у меня фрукты вообще не ушли, как бы. Человек один в цитрусовой овощи как бы не ест. Максимум там лимон в чай крайне редко. И что-то они у меня лежали-лежали, уже подсыхать стали. А то так раз схомячила штук 5 на ужин. Национал. Написано на мандаринах. В общем, мандарины 4 штука. Почём кайф на рынке. Мандарины 74 рубля 89 копеек. 608 грамм 4 штуки. И получается по 152 грамма мандаринка. Ну, это так, если в округлении. Раздели просто 604 на... 600, пардон, 608 на 4. Посмотри, что будет. Может, я, конечно, ошиблась, но, по-моему, так и есть. 45 рублей 53 копейки. Так, это что такое мягкое? А, там же это. Я сегодня страдала... У меня как бы есть туалетная бумага, но мне что-то прикололо. Есть ли она на Ветбрис и дешевле ли она, чем вот, допустим, есть. Я нашла какую-то туалетную бумагу. 249 рублей 16, что ли, рулонов или что-то в этом... А, 24 рулона, 249 рублей рулончики. Чуть поменьше, поуже, чем обычные рулончики. Какой-то эко-бум. И на них там отзывы 50% нормальные, 50% попобольных всяких этих феерических созданий, которые ждут от туалетной бумаги. Видимо, не знаю. Чтобы она им есть готовила. Я сначала думала заказать себе. У меня ближний родственник говорит, да тебе, говорит, это вообще на год хватит, если не больше. И я так подумала потом. Что-то лениво как-то. У меня там другой заказ есть, придёт потом. Я купила себе грейтфрут. На меня сначала смотрел чуть побольше. Он жёлтенький такой, жёлто-розовый. Потом я думаю, всё равно не свити будет. Вообще, я давно не видела грейтфрутов, которые вот именно вот такие же, только жёлтые внутри, обычно розовые. Ну, я купила вот грейтфрут. Грейтфрут ты почём? Грейтфрут. 89 рублей 90 копеек. 230 грамм, 20 рублей 68 копеек. Вообще, я шла за яблоками. У меня были к дню рождения яблоки и мандарины. Но что-то вот как-то яблоки. Вчера у меня две штуки осталось. Я их так схомячила. Думаю, так печально. Хочется яблок. У меня были такие вот полтора килограмма в пакете уже фасованные. Но тут в этот раз фасованные были какие-то. Ну, они мне не понравились. Я взяла новый урожай. Свежий урожай. Феновый урожай. А там и розовый, и красный, и зелёный. Сейчас узнаем, почему. Яблоки у меня тут вышли. Яблоки. Новый урожай. 80 рублей без копейки. Вышло на 824 грамма. 65 рублей 91 копейка. Так, у меня там огромный такой апельсин. Он на меня так смотрел. Наверное, хотел, чтобы я его купил. Я его купила. Я ещё на кассе так говорю, а это апельсин. Он просто такой басой. Мне иногда попадались огромные апельсины. В общем, огромный апельсин. Сейчас узнаем, почём кайф. У него такая журобка тут. Говорят, ну вообще, насколько помню, если вот очистить, то вот здесь вот будет апельсин в апельсине. Вообще, год назад я покупала у нас в Магните апельсин. Там другие продавщицы были. Они сказали мне, что считается, что это женское апельсин. Ну, в смысле девочка апельсин. Не знаю, что на самом деле. Я всё время думала, что это просто мутанты. Где тут у нас апельсыны? Апельсын. 82 рубля 69 рублей за килограмм. Ой, 82 рубля 69 копеек за килограмм. 586 грамм апельсин. Чуть больше полкило. 48.46. Ну, короче, 48 рублей, 46 копеек. А ещё я купила авокадо. Я уже год с лишним не покупала авокадо. Чё-то последний раз, когда я покупала авокадо, у меня с него организм как-то странно реагировал. Я так обиделась на это авокадо. Думала, ну тебя нафиг. Потом у меня было масло с добавлением авокадо. Оно какое-то странное, мистеррика. До этого оно было нормально. Ну, как-то не пошло. И вообще, забегая вперёд, я как-то угомонилась с этими виноградными маслами. Я когда-нибудь заставлю себя обозреть эти пустые баночки еды. Там уже два с лишним пакетика. Перед Новым годом у меня что-то не получилось. Перед днём рождения у меня опять не получилось. Перед 8 марта не знаю, получится ли. Но я постараюсь их всё-таки записать как-то. До уезда в деревню-то. До мая-то. В общем, авокадо. Он был мягонький. О, чё, я сейчас его тогда, наверное, схомячу. Надо, конечно, какой-нибудь салатик к ним сделать. Но у меня там... Ну, придумаю чё-нибудь. В крайнем случае, чё-нибудь там замучу с этим авокадо. Ну, и как бывает в магните, цена одна, на чеки другая немножко. В общем, так они стоили по 400 рублей за караглам. Но он на 19 рублей дороже. Короче, 400... Даже... Ну, 420 рублей без копейки. Вышло у меня авокадо на 332 грамма. Это 139 рублей 44 копейки. Слушайте, какой... Вообще дорогой сволочь, а? Какой он нахрен дорогой, этот авокадо? Раньше, помню, были по 35 рублей по скидке за штуку. И так хорошо брать. Да даже 68 рублей за штуку уже нормально. Ну, когда они были за какую-то фиксированную сумму по штуку. Оно мне как-то больше нравилось, чем вот рисовой. Я купила одну грушу. Она мне показалась немножко как бы мяконькой такой. А все остальные как кирпичи. Я, короче, купила грушу. Думаю, пусть будет груша. Давно я грушу не ела. Никто мне грушу не несёт. Просишь грушу, несут эти бананы. Просишь грушу, несут мандарины. Значит, груша... Где ты, груша? Груша-конференция. 200 рублей без копейки. 198 грамм. 39 рублей с 60 копеек. Бумажка туалетная ЗЭВа. Я как-то одно время покупала ЗЭВу, но мне никогда не попыталась ароматизированная ЗЭВа. Тут, значит, ЗЭВа. 50 с чем-то рублей по скидке где-то ЗЭВа. 57 рублей 99 копеек. Короче, 58 без копейки. ЗЭВа 4 рулона, 2 слоя. С ароматом яблока. Я, правда, не догоняю эти ароматизированные туалетные бумаги. Не, я не знаю. Может, у кого-то на заднице есть нос. И заднице приятно нюхать вот эту ароматную бумагу. Хотите больше чистоты и свежести? Великолепное сочетание для ощущения чистоты и свежести. Каждый день используйте влажную туалетную бумагу. ЗЭВа после сухой. Для всей семьи. Три простых шага. Сухая, влажная. Смойте в унитаз. Я как-то не догоняю влажную бумагу туалетную. Мне всегда кажется, что влажная туалетная бумага – это влажная салфетка. Их как бы в унитаз не смываешь. Ну, некоторые смывают и не только влажные салфетки в унитаз. У меня в той квартире были какие-то феерические соседи, которые банку солёных огурцов трёхлитрового умудрились смыть. Правда, потом засорили. В общем, европейцы, дерматологи мы европейскими одобрены. Хорошо там, где забота. Вот мне прикалывает. Мы живём как бы в России. Почему русские дерматологи эту туалетную бумагу наодобрили? А послали её одобривать куда-то там, в другое место. Смываемая втулка. Мягкая прочность. Да, кстати, у меня где-то есть дзевовская втулка. Я всё хочу, уже года полтора, как хочу записать ролик, посмотреть. Ну, эксперимент провести. Положить эту втулку в воду, на камеру зафиксировать процесс. И посмотреть, через сколько часов она растворится. Потому что я как-то её помочила и долг ждала. И потом плюнула, и просто смыла в унитаз. Мне не хватило. А тут я думаю, мне после этого пришла мысль записать ролик. Вот люди-блогеры что-то путное записывают, а Лёля всякая хрень в голову идёт. Так, 23 метра, 9,5 на 12,5 этот самый кусочек. Я помню, мне какая-то туалетная бумага попалась. В общем, знаете, бывает, берёт трёхслойную, четырёхслойную. Трёхслойная, а по ощущениям, будто вот самая дешёвая бумага однослойная. А как-то мне попалась такая четырёхслойная, что ли. Или такой же фирмы трёхслойная. Я не помню, что за фирма, но не за его. Она такая мягонькая была, экономичненькая. Я тут что-то пальцем засунулась. Думаю, что это такое. Оно вот так вот отбирается. Видимо, отсюда надо доставать. Ну да, оно пахнет. Уж не уверена, что это яблоком пахнет. Ну, не суть. Короче, в общем, если вам хочется туалетной бумаги, зэвы. А я так поняла, что сейчас вся туалетная бумага, даже вот эта магнитовская голубенькая, там буковка М, она вся что-то от 60 идёт за 4 рулона, 2 слоя. Даже на Вайбрис где-то там 60 чем-то за 4 рулона, 2 слоя. Иди ты в магнит за зэвой. Всё, счастье мне обошлось. Где ты тут? С ума. 721 рубль 64 копейки. Мне даже какие-то там эти... Как они? Бонусы начислили. Иди, чек обратно в кошелёк. Я помню про ролик, как прожить, ну, в смысле, как я там экономлю. Бюджет мой и всё такое, я как-нибудь его созрею и допишу. Мне тут как-то всё некогда было. А сейчас как-то... Ну, мысля ещё как-то не подошла. Чё, как сделать, там уже люди решили, что пусть это будет ролик на стрим. Поэтому я пока ещё не созрела, как бы внятно это всё изобразить. Ну, в общем, у меня тут были фрукты. Туалетная бумага внезапно и сахарничка. Вообще шла Лёля за яблоками и за сахарничкой. Если вы тоже что-нибудь такое от Royal Kitchen от Королевской кухни, от Магнита покупали, там, я знаю, у них уже давно всякая такая требуха и техника какая-то, не техника, и кастрюли и так далее, и сковородки, и вот такая прелесть. Дайте знать в комменты, будет приятно почитать. Узнать, что люди вот тоже что-то такое покупают. Ну и чё, всем спасибо за просмотр. Покедала! Не забудь поставить палец кверху.